Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители нашего канала. Сегодня хочется вас познакомить с величайшим французским импрессионистом Эдгаром Дега. Именно его творчество в 19-20 веках стало одним из самых замечательных во Франции. И, конечно, хочется немного поговорить о том, какой он был человек и что из себя создавал. Дело в том, что родился Эдгар в 1834 году в июле в семье аристократа. В 13 лет он уже потерял мать и это оставило очень сложный отпечаток на его жизни в дальнейшем, в том числе и личной жизни, потому что за все время он никак себя не проявил, как тот самый семьянин или вообще человек, который с кем-либо встречался. Отец Эдгара всегда хотел, чтобы он стал юристом, но перфекционист Дега сразу же сделал вид в пользу художества и живописи, поэтому пошел учиться в мастерскую к тому времени знаменитому художнику Ламоту и обязан, наверное, всем тем, чему научился именно ему, потому что перехватил у него те самые четкие контуры, которые в те времена не каждый мог создавать и в то же время стремление к идеальному значению вопреки всем тем свойствам, которые предлагали другие художники. Поэтому даже на рубеже 60-х годов 19 века он уже создает свою собственную мастерскую на фоне того, что было у Ламота и начинает творить, добиваясь популярности. Хотя еще до открытия мастерской он знакомится с Эдуардом Мане и их товарищество становится как раз системой импрессионистов, когда они творят и создают множество выставок, причем Дега не пропустил практически ни одной выставки, связанной с импрессионизмом во всех сферах и где они творили. В 1870 году начинается франко-прусская война и Дега вместе как раз с тем же Мане идут добровольцами туда, но долго не получилось служить, потому что у Дега начинается зрение падать и естественно его переводят в менее значимые полки. Артиллерийский полк для него стал максимумом того, что он добился. А в 1873 году у Дега умирает отец, оставляя ему свои долги. Естественно Дега мог расплатиться немного наследством, но и в то же время пришлось продавать свои работы. Но на рубеже 70-х годов 19 века Дега уже принимает ту самую популярность, с которой так стремился, но в 1882 году у него дико начинает падать зрение, естественно работы становятся все менее и менее продуктивными, но в то же время он переходит на скульптуры и начинает творить именно скульптуры для себя, то есть он не оставил творчества и конечно же все это время, даже уже войдя в 20 век, становится популярным еще не только как живописец, но и как скульптор. Хотя за последние 10 лет до смерти Дега уже совершенно ничего не творил, стал так называемым затворником, жил в одиночестве и в конце концов в 1917 году в сентябре умер. Умер в возрасте 83 года, то есть у него практически не было никаких ни приступов, ни остальных патологий. Поэтому похоронили его скромно, как он и просил, но в то же время на похороны пришло огромное количество его друзей, которые в то время уже стали известными. Так что Эдгар Дега очень точный импрессионист и естественно хотелось бы узнать ваше мнение насчет этого художника. Знаете ли вы про его работы? Если же нет, то мы в ближайшее время постараемся это исправить и создадим отдельное видео. Также подписывайтесь на наши социальные сети, мы будем очень рады вас там видеть. Видео специально для пост.су. Большое спасибо за внимание.